Здравствуйте! Вы смотрите Ежедневник Косе. Кратко о событиях биржевого рынка сегодня. Среднеизвешенный курс доллара по итогам дня вырос на 0,1%, или 34 тин, до 318 тенге из 43 тин. Объем торгов в сравнении с предыдущей торговой сессией оказался ниже на 255,5 млн долларов и составил около 122 млн. Торги долларом открылись на отметке в 318 тенге и 35 тин. Движение курса в течение дня было боковым, а последняя сделка прошла по курсу 318 тенге и 40 тин. Минимальный курс составил 318 тенге и 15 тин, максимальный 318,49. Курс доллара в целом не изменился по сравнению с предпраздничным уровнем, равно как и стоимость нефти марки Brent, которая все также находится в диапазоне 48-50 долларов за баррель, демонстрируя слабые признаки восстановления. Поддержку нефти в настоящее время оказывает заявление министра нефти Саудовской Аравии о его ожиданиях продления соглашения ОПЕК как минимум до конца текущего года. В ближайшее время основными факторами формирования стоимости нефти станут данные по запасам черного золота в США, которые будут опубликованы сегодня. Курс рубля укрепился на 0,8% или 4 тин до 5 тенге и 48 тин. Объем торгов рублем снизился на 54,5 миллиона рублей до 45,5 миллионов. Первая сделка рублем прошла сегодня по цене 5 тенге и 48 тин и до обеда тенге укреплялся относительно рубля. Однако во второй половине дня курс вырос, закрывшись на отметке в 5 тенге и 48 тин. Курс евро снизился на 0,6% или 2 тенге и 15 тин и по итогам торгов составил 347,15 при объеме в 150 тысяч евро. Снижение курса евро относительно доллара после периода бурного роста на фоне убедительной победы Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции скорее всего связано с фиксацией прибыли инвесторами. Индекс Кассе вырос на 1%, превысив отметку в 1557 пунктов. Лидером роста сегодня оказались акции Халык Банк, стоимость которых выросла почти на 5%, до 61,5 тенге на фоне публикации финансовой отчетности дочернего банка Алтын Банк за 2016 год. Согласно опубликованной отчетности, чистая прибыль дочернего банка выросла на 20,5%, достигнув почти 2,5 млрд тенге. Сегодня Халык Банк также сообщил о проведении телеконференции по объявлению финансовых результатов за первый квартал текущего года. Телеконференция состоится 16 мая в 19.00 по времени Алматы. Для инвесторов, заинтересованных в принятие и участие в данной телеконференции, подробная информация по регистрации доступна на сайте Кассе. Лидером падения стали акции Казминерал с PLC, стоимость которых снизилась на 1,5%, до 1864 тенге. Доходность рынка денег осталась без изменений. В сегменте РИПО доходность составила 10,02% годовых, в сегменте валютного свопа 9,5% годовых. Объем размещения недельных Нотнацбанка на внебиржевом рынке сегодня составил чуть более 219 млрд тенге. Доходность при размещении снизилась почти на два базисных пункта и достигла отметки в 10,29% годовых. Спрос превысил предложение на 38,5% и установился на уровне около 304 млрд тенге. Вы смотрели ежедневник Кассе. Увидимся после следующей торговой сессии. Субтитры создавал DimaTorzok